Приветствую вас, Вера. В вашем тексте есть два момента, на которые я хочу обратить внимание. Первое, это то, что вы говорите про то, что родились взрослые, всегда такой были. Нет, вы не всегда были взрослые, и вы такой точно не родились, и вы не быстро подросли. Знаете, взрослость, это зрелость. Зрелость в суждении, реалистичность в суждении, да, четко структурированность ценностей, аутентичность этих ценностей. Вот. А когда женщина хочет семью и детей, и когда она говорит, что хочу там родить до 29 лет, 26-27 лет хочу родить, вот, это не зрелость. Это не зрелость. А за зрелость не предполагают каких-то планов в жизни человека, за зрелость не предполагают какие-то условности, за зрелость не предполагают каких-то стереотипов и жестких регламентов реализации чего-либо. Зрелость не предполагает потребности человеком в чем-то, что связано с другими людьми, то есть зрелость не предполагает желания семьи, желания детей. То есть, семья и дети – это норма, но это необязательное условие. И зрелость, она ведь подразумевает, что человек, партнер не воспринимается как средство для достижения семьи и детей. А когда человек хочет семьи и детей, он, известно, дает определенный образ и мужчины, мужа, отца детей, и даже самих детей. И это не зрелость. Поэтому здесь говорит о том, что да, и зрелый человек, он хорошо понимает и чувствует свои желания и как бы грамотно их удовлетворяет. Вот. То, что вы хотите из семьи и детей, говорит о том, что вы свои желания не знаете и говорит о том, что вы не отдаёте себе отчёт о том, чего вы хотите. Это первое. Вот. Второе. Второе. Ну, я здесь, в принципе, смешанно вам ответил. Вот. Вот. Но я думаю, что по поводу семьи и детей, можно сказать, что вот по моему опыту, женщины, которые хотят детей из семьи, они ищут защищённость и ищут реализованность определённую. Вот. Вот. Вы ещё, мне кажется, к возрасту относитесь, сестеря типично. О какой взрослости вообще идёт речь, да, это, ну, типа, если вас беспокоит возраст, если вы считаете, что вот после достижения определённого возраста всё, родителям быть не могу, семью иметь не могу, мужчина мне не будет, ну, о какой взрослости идёт речь, где-то о нереализованности, из-за чего вам и хочется семью и детей, то есть, чтобы реализоваться в семье и детях, опять же. Вот. А нереализованность возникает из-за оторванности вас от ваших же чувств, от непонимания того, что вам нужно, от непонимания, неосознавания того, что вам важно, что для вас ценно, и прочее. Вот. Смотрите, какая штука. Поэтому здесь очень важно дифференцировать ваши чувства, работать с ними, грамотно учиться их реализовывать, вот. Вот. И ставить себе справедливые именно для себя цели. Знаете? Это очень важно. Вот, вот, в принципе, и всё, что я могу вам сказать. Знаете? Вот. То есть, терпеть не нужно и ждать-дождать тоже не нужно. Вы поймите, что вы чем сильнее хотите, допустим, чего-то, чем сложнее вам вести себя естественно. Чем сложнее вам себя вести естественно, тем большее давление чувствуют мужчины взаимодействия с вами. Да? То есть, сильнее ощущается давление на них с вашей стороны. Более неаутентично вы воспринимаете мужчин, которых вы видите. Вы видите в мужчинах только мужей и отцов, детей, а людей, личности в них вы не видите. Потому что вы себя, как личность, очевидно, не воспринимаете. Вот и всё. И как ни странно это прозвучит, но чтобы прийти к такому вот личностному значению себя, нужно опять же прислушиваться к тому, что важно и прислушиваться именно к себе, а не к тому, что вот должно быть и прочее. Но прислушиваться к себе и понимать, что именно вы, что именно вы чувствуете. Ну вот вы говорите, что вот я хочу семью и всё. А вы же не говорите, вы же не отдаёте себе счёт в том, что вы не говорите про своё желание, а вы говорите про конкретное достижение чего-то. Расскажите семью и детей, чтобы что? Вот. То есть где вот, где как бы замыкается эта цепочка желания на вас? Понимаете? Вот. Ещё раз. Ключевой момент заключается в том, что крайне деструктивно и вредно для человека охотить чего-то, связанного с людьми. Это крайне деструктивно. Это полностью исключает естественное, равноправное, независимо ценностное взаимодействие людей и восприятие ими друг друга в таком ключе и аспектах. Вот. Верно. Поэтому требуется работа вам с психологом для проработки тех моментов, которые я озвучил. Ну, если конечно у вас желание есть. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Желаю вам. Продолжение следует... Продолжение следует...